Ученые с именем и авторитетные представители российской медицины сегодня приняли участие в работе научно-практической конференции. Прошла она в рамках международной выставки «Анапа. Самое яркое солнце России». Традиционно, вот уже 16 лет подряд, докладчики и участники собираются в стенах санатория «Де Луч». Место встречи не случайно. Именно здесь, на базе старейшей здравницы Анапы, рождаются идеи и проекты, которые зачастую определяют дальнейшее развитие курорта. Так было и в этот раз. Реабилитация – это направление, убеждены участники конференции, сегодня выходит на первый план, если мы говорим об организации работы современных санаторных комплексов. Анапа, по мнению экспертов, идеально подходит для развития оздоровительного туризма. Сама природа здесь лечит – морская вода, лечебные грязи и воздух. Эти ресурсы используют анапские здравницы. Гордость санатория «Де Луч» – методика нейрореабилитации. Восстановиться после инсульта в Анапу приезжают со всей страны. Популярностью пользуются и программы оздоровления детей. Анапу можно оценить так, что это один из таких наших передовых курортов и почитаемых на Черноморском побережье Кубани. Достаточно с хорошо развитой инфраструктурой, отдыхом, построением. Если считалось, что это только чисто детский курорт, то на сегодняшний день, можно сказать, очень важное и ценно такое качество Анапы, как курорт семейного отдыха. Я бы хотел это обязательно отметить. И считаю, что в данном случае Анапа развивается весьма успешно. Оздоровление – это не только процедуры, но и правильное питание. По словам ученых, сегодня людям не хватает витаминов. Особенно подвержены гиповитаминозу дети. Чтобы поддерживать свой иммунитет, нужно гулять на свежем воздухе и ежедневно съедать по полкилограмма свежих овощей и фруктов. Мы есть то, что мы едим. И, соответственно, в первую очередь наши клетки будут чувствовать себя, соответственно, тому, как мы будем их питать. Организм человека расходует довольно много пищевых веществ и должен именно столько же получать с продуктами питания. Но, к сожалению, в последнее время образ жизни современного человека не только у нас в стране, а во всем мире меняется. Соответственно, нужно менять и пищевые привычки и традиции. Два главных принципа рационального питания – это сбалансированность и умеренность по количеству. В этом году в Анапу приехали ученые со всей России. Они рассказали о главных направлениях развития курортологии и поделились опытом с местными специалистами. Мы рады, что в 16-й раз собирается эта научно-практическая конференция. Почему именно научное понятно, почему практическое тоже понятно, потому что здесь собираются именно и те головы, которые, как говорится, дают научный толчок для движения именно курортолечения и больного водолечения. Но еще и есть практики, которые это делают. То есть применяют именно эти знания на людях и оздоравливают, и приводят их к нужному, как говорится, боевому ритму, чтобы решать какие-то проблемы и задачи нашей страны. Я думаю, для местных врачей это очень интересно. Мы же все-таки провинция, и не все едут в ведущие центры в Москву, Санкт-Петербург, чтобы быть в курсе современной медицины и всех новых технологий. Поэтому мы даем возможность именно здесь, приглашая ведущих специалистов области медицины, чтобы они это знали, стремились, повышали свой уровень и вообще творили и развивались дальше, как медики. Медицинская научно-практическая конференция проходит уже 16 лет. На ней побывала не одна сотня анапских врачей. Полученный опыт они применяют на практике, повышают уровень медицины и разрабатывают новые методики. Санаторий «Делуч» всегда находится на передовых позициях. В Здравнице одни из первых открыли бассейн с морской водой. А в этом году здесь планируют реализовать другой масштабный проект – построить термальный комплекс. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.